МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, тем не менее, я начну с праздника, день государственного флага. Под этим флагом сегодня задержали режиссера Кирилла Серебренникова. Сейчас он в матросской тишине. Завтра суд, который решит оставлять его под домашним арестом или просто под арестом в тюрьме, потому что не обсуждается вариант отпустить Кирилла Серебренникова. Он обвиняется в хищении 68 миллионов государственных денег. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому ждем ваших звонков, сообщений. Пожалуйста, высказывайте свое отношение ко всей этой истории. И я бы спросила Виктора Шендеровича для начала. Ну, не сюрприз. Не удивились. Сюрприз. Все-таки сюрприз. Вот сюрприз. Это мои проблемы. Я все еще удивляюсь. Хотя, в принципе, если мы начнем загибать пальцы, начиная примерно с Норд-Оста, Беслана и далее везде, то вроде бы, по Немцову включительно, вроде бы чему удивляться-то, да, и вроде бы высшая, там, сказать, отметка была давно пройдена. Ну да, аресты. Ну да, беззаконные аресты. Ну да, полицейский режим. Но это было понятно уже 10 лет назад. 11, если сказать, после первого разгона марша не согласны. В 2006 году установился полицейский режим. А я все удивляюсь. Но это мои проблемы. Ну, я спрошу Владимира Розоевна. Смотрите, вот ведь время-то много прошло, да? Казалось бы, в мае должно было все обрушиться, грянуть. Этих арестовали троих, его коллег, которые с ним делали этот театр, эту платформу, эту программу. Он оставался в рамке свидетеля все это время. Вы считаете, с чем это связана игра в кошки-мышки? Ну, все же было известно. Вот если следствие считает, что, ну, наворовал. Но даже в мае наворовал. То есть к маю этого года все должно было закончиться. Почему его тянули вот сейчас до конца августа? Вы как это объясняете? Ну, я думаю, что в этом случае вообще нужно разделить причины, интриги, механизмы включения юриспруденции и целеполагания. Давайте делить, давайте. Да, это просто вообще все лежит в разных плоскостях. Абсолютно. Потому что начнем с цели полагания. Я думаю, что цели исключительно политические. Вот поэтому куда торопиться? Нужно поближе к президентской кампании это дело все подгребать. Почему? Потому что я думаю, что начальство с нами общается сигналами. Они находятся в таком вот мифологизированном, как бы, изолированном от общества, от каждого из нас и от общества в целом пространстве. И из этого пространства могут общаться с нами только сигналами. Знаете, вот как нам снятся сны. Это, наверное, Господь общается с нами какими-то образами, картинками. Иногда даже возникают предчувствия. Вот скажем, мне сегодня снился очень нехороший сон. И я думаю, с чем меня встретит это утро? Какой неприятностью? Потому что этот сон, вот ключевой, да, показал мне, что будет какая-то неприятность. И она тут же случилась. Мне тут же позвонили с РБК и попросили прокомментировать этот случай. И я думаю, что так же и наше начальство с нами общается сигналами, образами. Вот этот образ имеет такой смысл. По крайней мере, так я его считываю. Хорошо. Почему у этого образа такой продолженный, долгий, длинный смысл? Ну вот этот образ все-таки был нарисован в мае. Могли бы всю историю сразу выложить в конце августа? Всех посадили, всех арестовали. Вот выборы. Чего? Тянули-то? Вот я не могу понять. Нет, ну это же должен быть спектакль. Это же должна быть протяженность определенная. Кроме того, надо получить, я прошу прощения, что вы вмешиваюсь, надо же получить показания. Вот если посадить бухгалтера, крепко посадить, хорошо посадить, не под домашний арест, и с ней работать, то через какое-то время она даст показания. Любой из нас, если с ним хорошо поработать, в тех условиях, которые себя представляет наше СИЗО, он даст любые показания. То есть все-таки нуждались они в показаниях? Ну, они нуждались в каком-то обрамлении. Ну, послушайте. Все это не имеет отношения к... Да, Маслаева сказала, как только ее арестовали, что даст любые показания. Она подпишет все, что угодно. Это были ее собственные слова, я помню. Это цитировалось в прессе. Поэтому, когда человек с этого начинает, ну, понятно, чем он заканчивает. Он дает показания, которые от него требуются. Но смысл сигнала, вот что интересно. Смысл сигнала. А смысл такой. Сидите, господа интеллектуалы, и творческая интеллигенция прежде всего. Те, кто влияет на умы. Сидите тихо. А лучше уезжайте. Да, лучше уезжайте. Не высовывайтесь из своей... Пока вас не отобрали. Да, не высовывайтесь из своей норки. Как минимум молчите. А лучше поддерживайте нужного нам кандидата на этих выборах. Вот и все. Это чистой воды запугивание. Это такой же кейс, как кейс Ходорковского. Он похож. Да, то есть, как бы взяли Ходорковского. Опять же, были абсолютно надуманные причины. Да, но при этом... Все легли. Все легли, да. Вслед за этим никто из олигархов уже ничего никогда не сказал. Знаете, в чем я вижу отличие? Вот, может быть, вы его разгадаете. Когда был случай Ходорковского, мы были к нему готовы. В каком смысле? Нам все рассказали. По телевизору очень много. Что украл? Сколько украл? При каких обстоятельствах? Здесь, если вы зададите вопрос человеку на улице, да, он, может быть, слышал звон вокруг серебряного. Но что происходит? Почему-то нет никаких расследований на канале НТВ. Нет никаких сюжетов. Вот что, Литра, почему не мочит до сих пор федеральное телевидение Кирилла Серебряного? Ну, команды не было, сольют, будут мочить. Вы разговариваете о телевидении как о чем-то отдельном от Кремля. Нет, как раз вот... Ну, так об этом и речь. Как это вот случилось, значит, должны уже... Ну, дадут команду, будут мочить. Вот, да, в ближайшее время ждем. Просто, может быть, почему не дают? Вот, почему до сих пор? Нас бы уже готовились. Вот, его же... Которговцы не готовили. Почему-то вас интересуют какие-то такие подробности технологического порядка. Мне кажется, что гораздо важнее тут вот та суть дела, о которой, да, мы должны понимать, что происходит. Да. Происходит, положили, давно уже положили там СМИ, положили лицом вниз губернатора выборы, да, все положено, суды, да, все положено лицом вниз. ОМОН встречает гражданское общество. С гражданским обществом власть разговаривает с помощью ОМОН, да. Дошло дело до деятелей культуры. Перед выборами этот вопрос очень остро стоит, потому что то, что называется властители умов, и очень важный сигнал действительно послан. Ребята, лежать вниз лицом, поддерживать нужного кандидата, сидеть тихо или уезжать. Причем, что касается уезжать, я думаю, что это довольно серьезный месседж, потому что время от времени они сами вбрасывают эту тему, что скоро будет закрыт там выезд. Это несколько раз эта тема возникала, да, что вот-вот что-то примут, потом весь в белом выходил в очередной раз наш, наше все, ну что, что там, да, это все слухи, над нами смеются. Но эта тема ими же и вбрасывается. Это вполне вписывается в их стратегию, в общем, последнего уже десятилетия. Когда стало понятно, что любви, в общем, особенно не будет с интеллигенцией, которая поначалу как-то пыталась любить Владимира Владимировича, и мы помним, какие замечательные люди были рядом, да, и как-то там прямоходящий, не пьющий, по-немецки разговаривает, да, вроде как так. Да, но уже уж 10 лет, уж с Ходорковского 13 лет, любви нет. А есть вот такой способ, такой способ общения. Вот по поводу уезжать, это очень интересный момент, потому что это действительно тоже похоже с Ходорковским, что мог бы уехать, он же мог уехать, и он не уехал. Это вы сейчас говорите, вы сейчас говорите персонально про Кирилла, что он мог не вернуться там и так далее, мог уехать куда-то. Это частный, очень важный, очень важный, но частный вопрос. Мы говорим сейчас о сигналах, то, что нам кажется гораздо более важным, о сигналах. А сигнал совершенно очевидный. Сигнал выехать. Нам настолько не надо, им настолько не надо. Им нужно там 20-30 миллионов для добычи нефти и всего еще, что осталось в родной земле матушки, обслуги там официантов охраны и артистов для корпоративов. Им мы не нужны. Вот, которые много об себе понимают, которые самодостаточные, которые полагают, что они граждане, которые имеют какое-то свое мнение, им нас не надо. Когда была иллюзия, в чем отличие от аналогичного советского прецедента? Там было всерьез. Там была идеология, и там не выпускали, потому что эти мозги были нужны здесь. И как-то была большая игра. Этим, у этих идеологий никакой нет. Их единственная идеология остаться у власти, и чтобы им уже, просто от рычагов власти не отлепили пальцы и на руки не надели наручники. Никакой другой идеологии нет. Значит, нужно сделать что? Чем меньше нас, тем больше их процент. Это же просто чистая математика. Значит, чем меньше влияние мы все будем оказывать на процесс, тем меньше нас вообще останется, тем им сейчас, на ближайшую перспективу, лучше. А никакие дальние перспективы их не интересуют. По поводу уезда из страны я как раз хотела сказать, что его-то они не собирались выпускать, потому что, как теперь выясняется, этот загранпаспорт был арестован тогда же, в мае, во время обысков. Мы сейчас даже не можем говорить, что он мог уехать, потому что для него все это было абсолютно неожиданно. Он не мог уехать, начиная с мая, просто мы тогда об этом не знали, он не говорил. Он только в августе сказал, что изъяли его загранпаспорт во время майских обысков. То есть это сигнал для всех остальных, но не для него, потому что он все равно был избран жертвой. Он должен был сесть, и он сядет для того, чтобы все остальные были поумнее. Тут есть еще, там, как всегда, и как в случае с Ходорковским, и в случае с Гусинским, есть политический интерес. Рядом немедленно возникает какое-то количество шакалов с интересом, значит, вполне меркантильным. Туда же включаются и политические интересы. Это все рядом ходит. Ну, мы же помним, что Ходорковский сел по политическому интересу, но заодно Сечин стал миллиардером. Ну, как бы так, грех не попользоваться. В этой истории, я думаю, тоже есть какие-то еще обстоятельства, которые указали именно на Серебряникова, на Кирилла Серебряникова, а не на кого-то другого. Но это уже, повторяю, побочный сюжет. Я вот все-таки предлагаю, мне интересно, что вы скажете по поводу позиции нашего всего, как вы его называете, это президента Российской Федерации, потому что это же целая длинная цепочка переговоров, вот той самой интеллигенции, на которую он рассчитывает на выборах с ним лично. Вот давайте вспомним, как все начиналось. Начиналось с вопроса Сергея Безрукова на прямой линии с народом в июне. Давайте посмотрим вопрос. Что-то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Фимовича. Я сижу с ним рядом, но давайте уж я возьму это на себя. Вокруг фильма «Матильда», который, да, мы сначала это воспринимали как шутку какую-то. Ну, да, играются, замечательно, прекрасно. А потом, когда пошли проверки, когда практически до запрета картины никто ее не видел, но уже пытаются запретить. Потом, не так давно, была ситуация с Гоголь-центром, с Кириллом Серебренником, да, обыски у него, у Кирилла, потом в самом театре. И понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, о свободе саморожения художника, о свободе творчества. Кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий такой негативный фон для власти среди детей и культуры? Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо большое. И мы не даем сейчас никакого мнения Путина, потому что он ничего не сказал про Серебренника. Он ответил что-то там такое про Матильду, сейчас нас это не интересует. Что он говорил? Он не ответил ничего, как будто бы он не услышал. Мы-то с вами услышали, что это же не вы, это бояре. Он не ответил. Но потом он вышел к журналистам. У нас этой видеозаписи нет, но мы послушаем все равно эту цитату, когда он все-таки высказался по поводу именно Серебренникова после этой прямой линии. Вас во время прямой линии сегодня спросили про Кирилла Серебренникова, учитель, но вы не ответили на вопрос, А я даже как-то проскочил, у меня мушает, прошу прощения. Ну да, вопрос, и вот как вы относитесь к тому, что... Он спросил про Серебренникова? Он спрашивал, да, и безрубок, вы учитель, как вы относитесь к тем силам, акциям, которые были в Бугольцентре, и в отношении кого вы говорили дураки? Потому что в разговоре с Мироновым на госкреме, то, что потом было от Дислава Александровна, вы поскали дураки, в данном случае. Я не знаю, что там... Я уж сам не помню, что я говорил, значит, когда мне, значит, передавали это письмо. Письмо я действительно прочитал. Я уж не понял, в каком контексте, какие там дураки, я не знаю. Хотя могу сейчас представить, я сейчас, если не ошибусь, воспроизведу. Речь, видимо, шла о том, что обыски, там, изъятие документов производились при силовой поддержке, но я здесь ничего умного, здесь я не вижу, потому что нет, нет никакой необходимости заявляться там в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Ну, просто нелепо. Хотя я должен вам сказать, что это не в отношении вот конкретного театра или серебряника было сделано. У нас силовая поддержка применяется сплошь и рядом, даже там, где совершенно это не нужно делать. Но я сейчас не буду так споразводить. Это делается даже при соответствующих, при проведении соответствующих следственных действиях в силовых, в самих силовых структурах. Тоже ни к чему там, знаете, офицеры подчиняться любому приказу. Ну, бессмысленно. Ну, и здесь тоже было бессмысленно. Что касается Серебряника, я с ним не знаком. В отличие, скажем, от Алексея Учителя. Вот, во всяком случае, лично не общался. Как вы знаете, многие вещи он создавал при поддержке государственных финансов. То есть, никаких ограничений. Я сейчас не даю оценки его творчеству, совершенно к этому не готов. но каких-либо ограничений, связанных с его творческой деятельностью, как вы знаете, не было и нет. Потому что просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно в соответствии с законом. возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет. Но окончательно сделать вывод, виноват кто-то или не виноват, может только суд после завершения предварительного расследования. Вот это все, что я могу сказать сегодня. Все совершенно понятно. Все совершенно понятно. Ни про каких дураков он не помнит. Дураки были спущены Андреем Колесником. Как вы помните, подошел Миронов с этим письмом в защиту. И Андрей Колесников написал, что Путин сказал, что дураки какие. Теперь он говорит, что эти дураки, это потому, что они силовую поддержку за чем-то вот этим следственным действием обеспечивали. И в общем, знать не знаю, хата не моя. Потом просквозили какие-то слухи, что кто-то к нему еще раз ходил. Вот как раз эта творческая интеллигенция, о которой вы говорите. Кто-то ходил, тот же Миронов, кажется, ходил. И вроде бы он сказал не трогать, опять что-то такое слили из каких-то кулуаров, не трогать Серебренникова. И вот теперь новая версия, что почему-то он поменял свое мнение. Сейчас почему-то считается, что это он изменил свое мнение. И это он отдал вот этот приказ арестовывать. Он же рассчитывает, Виктор, вот вы говорите, он рассчитывает на эту интеллигенцию на выборах. Она вся сейчас в общем, в едином порыве пишет письма в защиту Серебренникова. Как это, Коррелия, как это сочетается между собой? Лена, когда вы говорите, он рассчитывает на поддержку, как будто мы находимся во Франции или в Англию, где будут какие-то выборы и прецеденты на посты, заинтересованные в поддержке. Никаку не рассчитывает на поддержку. Какие варианты у творческой интеллигенции? Он никому не рассчитывает. Он даст отмашку на поддержку и выстроится большая очередь стать его доверенными лицами, как всегда. Будут открыты дополнительные шлюзы финансирования. Там будет такая конкуренция, за желание поцеловать в плечика, я цитирую одно доверенное лицо, что к другим не пробиться. Поэтому у него нет никакой необходимости завоевывать наше доверие. А необходимость послать внятный сигнал, есть этот сигнал послал. Я не думаю вообще, что мы правильно делаем, что вообще слушаем, что он говорит. Мое мнение по этому поводу такое, что слушать было интересно в 2000-м, 2001-м году. Но с тех пор, как он десятки раз попадался на прямой лжи, уже не очень интересно, что он говорит. Мы по следу смотрим, какой след оставляет его действия. Какие выжженные деревни позади этих зонаркоман. Вы его видите во всем этом? Вот его роль видите? Или это вот он так от себя... Это что-то идет за своими... Нет, что тут... Разве можно арестовать? Разве можно сделать какое-то громкое, что-то серьезное сделать, политически важное, без него сегодня? Разумеется. Разумеется, он, мягко говоря, в курсе. Ну, разве мы не при монархии живем? Мы же это прекрасно понимаем. Ну, это выдают само собой, да. Разве суд у нас независимый? Разве Следственный комитет у нас автономен от исполнительной власти? У нас все, что происходит у нас в стране, это деятельность президента и его администрации. Больше ничего нет. В этих источников власти нет просто у нас. А вы, вот, если так схематично описать, вы считаете, что это такая, вот администрация президента придумала вот такую затею, выбрала вот этого, вот выбрала, то есть, могла любого выбрать. Выбрала этого, потому что яркий, потому что там Нуреев, потому что эти спектакли его в Гоголь-центре, которые слишком шокирующие некие нравы. Вот его выбирали и вокруг него устроили вот это вот, то есть, вокруг любого можно. Вот вы, как режиссер, скажите, можно выбрать было любого, так? Ну, наверное, можно и любого выбрать, да. Нет, вот вы финансово. Но кто-то... Финансы здесь вообще... Забудьте вообще про финансы. Финансы здесь ни при чем. Знаете, почему финансы здесь ни при чем? Потому что существует система. Я об этом... Вот как в деле Ходорковского. Была система, да, ухода от налогов через офшоры. Так же и здесь. Ну что, это секрет по лишенели. Здесь вся система существует через откаты. Она вся так работает. Ничего другого здесь нет. Поэтому с этой точки зрения, конечно, любого, разумеется. Но кто-то на эту роль подходит, а кто-то не подходит. Да, но только я просто хочу заметить. Это как бы вынесено за скобки по умолчанию. Но на всякий случай это надо сказать. Что говорить о борьбе с коррупцией в стране, где на свободе Сечин, смысла не имеет. Ну, просто. Сечин, Чайка. Дальше мы называем через запятую. Там, где на свободе Сечин, разговоры о... А следственными органами руководит Бастрыкин, а прокуратурой Чайка, да. А Путин, друг Сечина, руководит страной. Забудем разговоры о борьбе с коррупцией. То есть ясно, что это тут совершенно вообще ни при чем. А то, что посадить можно любого, ну, разумеется. Любого режиссера. Любого режиссера любого, а любого просто человека, за которым... Лена, посадить можно любого человека. Любого человека, потому что создать кейс в неправовом государстве никаких проблем. Вот и все. Остальное вообще можно не обсуждать. Иннокентий Скургана, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я поражаюсь вот к чему. К возрождению сталинизма причастны многие наши интеллектуалы. В том числе Виктор Шендерович. Ну вот тебе раз. Верховный суд, где прокуратура просмотреть вопрос реабилитации так называемых убийств Павлика Морозова. Это коренное дело всех репрессий. Мы попали на... Мы попали на... Мы попали на... Мы попали на... Извините, пожалуйста, Иннокентий, Иннокентий, спасибо. Спасибо, мы, папа, вы нас поймали. Иннокентий, да, да. Мы к вам попали. Да, мы к вам попали, больше не будем. Не будем. Я хочу, чтобы вы посмотрели... На всякий случай... Тем не менее... Я просто хочу сказать, что вы послушали бред сумасшедшего. Ну, поскольку я не... Ну, я так... Ничего про Павлика Морозова. Я, собственно, мне не... Про Павлика... На всякий случай, потому что вдруг... И оценочное. Да, оценочное суде. Вот, оценочное. Вот у нас, тем не менее, провели опрос прохожих, которые, я надеюсь, все-таки как-то отвечали не только про Павлика Морозова. Интересно было нашему корреспонденту, и нам вообще-то слово Кирилл, вот это вот сочетание букв Кирилл Серебренников что-то говорит прохожим московским. Жалеют ли они его? Давайте посмотрим. Огорчает ли вас задержание режиссера Кирилла Серебренникова? В зависимости от того, что произошло. Ну, вообще, да, конечно. Не слышал, не в курсе. Огорчает, потому что человек вообще известный и принес много пользы кинематографу и театральному искусству. Ну, как бы, такой человек знаменитый. Как его могли задержать, по каким статьям и причинам? Ну, конечно, когда задерживают человека, конечно, огорчает. В целом, наверное, да. Вообще-то темная история, никто точно ничего не знает, поэтому непрозрачная, а любое непрозрачное, оно всегда настораживает. Наверное, да. Но с другой стороны, наверное, разберутся, если какая-то проблема существует. Ну, такое у нас государство. Как кого-то поймали, сидит под домашним арестом, министр. А кто-то украл гораздо меньше, или неизвестно, украл или не украл. А его задержали. Наоборот, я рад, что это случилось. Из-за него на Гоголевском театре, как его, театр Гоголя, да, столько людей погибло. Старые актеры. Безусловно, конечно, огорчает. И, по-моему, это просто... Ну, я совершенно не в теме, что там произошло, но режиссеры и какие-то финансовые дела, по-моему, это как-то маловероятно. Ну, не знаю, мне так кажется. Тем более, я видела его спектакли, я живу не в Москве, а за границей, знаю, что он там тоже ставит, и все. Не знаю, мне кажется, что как-то это не совсем правильно. Это про погибших актеров. Это, видимо, у человека старая история прихода в театр Кирилла Серебря. Как-то так отложилась, таким странным образом, что он пришел из всех. Ну, сейчас же, да, модно это вот прийти, убить. Ну, вот, в общем, все-таки людям некомфортно, как я вижу от этой истории. То есть те, кто понимает, кто это такой, не аплодируют тому, что происходит. Ну, заметьте, вот они не аплодируют, но людей, которые бы внятно проартикулировали то, что внятно артикулирует Владимир Мирзоев, их, в общем, не оказалось. Тогда, ну, конечно, но общий тон такой, ну, разберутся, ну, наверное, потому что это может было, ну, разберутся. Разберутся. Все-таки доверяют. Дело в том, что вот презумпции невиновности Кирилла Серебряникова нет, а презумпции невиновности Александра Ивановича Бастыкина почему-то есть, и чайки. Вот это удивительная вещь. Вот люди живут, да, в этой стране, видят все, читают что-то, интернет есть, да, Москва, не село какое-то, да. И тем не менее, вот, ну, органы зря не наказывают, да, вспоминаю я из прошлой жизни. Органы зря не наказывают. Что-то ведь было, что-то ведь было. Разберутся. У тебя, знаешь, это странно. Вот у меня никакого нет доверия ни к силовым органам, ни к суду, ни... Вот как бы даже, мне кажется, разбираться в этом не нужно, потому что они столько фальсифицировали идеи, понимаешь? Я, собственно, про это и говорю. Какой смысл? Столько раз попадались на прямом враньи преступления, и столько про это уже написано и сказано. А как ни в чем не бывало, да, презумпция невиновности. То есть они Кириллу Серебренникову через спектакли видели, фильмы видели, да, они ему изначально доверяют меньше, чем государству. И вот это вот пресс, в общем, такой очень серьезный и многовековой пресс. Есть какое-то государство, которое право, оно же не может быть не право. Россия же, да, тут же Россия, а тут какой-то, ну, человек... Ну, может быть, это просто комплекс заложников, может быть, они себя чувствуют заложниками, поэтому создают некие... Я, собственно, про это и говорю. ...некоторые конструкции в их голове как бы существуют, которые к реальности мало имеют отношения. Которые позволяют им чувствовать себя... Ну, а как? Адаптироваться же нужно, как-то выживать нужно. С нами на связи Иосиф Рейхельгаус. Иосиф, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот сейчас с вашими коллегами, с Виктором Шендеровичем, с Владимиром Мирзоловым говорим о том, что, может быть, это сигнал. Согласны ли вы с этой постановкой вопроса, что это не случайно выбран человек? Это человек выбран для того, чтобы другим показать, что, как нужно себя вести, какими нужно быть, что нужно даже ставить, я бы даже так сказала, что как себя нужно вести в своем театре. Слушайте, вы во всем этом... Ну, во-первых, поздоровайтесь и привет моим дорогим товарищам. Привет, Василий, привет. Вот. А что касается... Вы в этом пытаетесь найти какую-то логику? Я, правда, скажу, я никакой логики не понимаю. Вот, правда, не понимаю. Кирилл Серебренников, выдающийся режиссер, мой коллега. Я не могу сказать товарищ, но мы знакомы много лет. Я видел много его работ. Какие-то мне больше нравятся, какие-то меньше. Но это человек, который, безусловно, входит в самую-самую элиту нашей режиссуры. Человек, который нашу родину представляет на крупнейших международных фестивалях и театральных, и кино. И благодаря ему нас знают. Это еще то немногое, чем мы, кроме газа и нефти, можем торговать культурой своей, своим театральным уровнем своих театральных работ. Поэтому, когда я слышал про Кирилла, что он там 68 миллионов прикарманил, вы знаете, я вижу его много лет, он ходит в одних и тех же джинсах. Я понимаю, что люди в театр несут, приносят. И когда снимают фильм, реквизит, мебель, тащат из своего дома. А как раз из организации, из фирмы или еще откуда-нибудь, тащат другие люди. Поэтому у меня это совершенно не сходится. Тем более, к огромнейшему сожалению, я не доверяю нашим правоохранителям, Морганам и нашим судам. Не верю, не доверяю. К сожалению, много лет вижу, они себя дискредитируют. Они существуют по закону телефонного, вот этого самого телефонного права, а не по закону. К огромнейшему сожалению, у них нет, чаще всего у них нет доказательств. У них есть какое-то мнение, у них есть какие-то впечатления. Поэтому очень жаль, что это происходит. Ничего другого не могу сказать. Да, но я не очень понимаю. Вы говорите, у вас, вы имеете логики. То есть они просто, вот им стукнуло в голову, и они его посадили. Вот взяли и посадили. Они же его не первого посадили, не последнего посадили. Понимаете, извините. Поэтому я логики не вижу, что посадили Кирилла. Правильно его, правильно, с точки зрения, потому что его хорошо знают. Но на самом деле репрессии происходят, они же могут происходить на самом разном уровне. Это не обязательно сажать за решетку. Можно не дать денег, можно не разрешить гастроли. Много чего можно. Много чего, много есть инструментов. Поэтому я не вижу логики, я не понимаю и не верю, самое главное, что Кирилл Серебренников, вот человек, который занят тем, чтобы предельно обогатиться. Я вот этого не вижу и не понимаю. Если это так, ну если бы будут предъявлены некие, ну, неоспоримые доказательства, я скажу, простите, я не прав. Но я таких доказательств не вижу по многим другим процессам. Вот, извините, уже год впоследствии находится артист нашего театра. Он же, по совместительству, один из крупнейших энергетиков нашей страны. Борис Ван Зинько. Вот ему предъявлено, там, какие-то 800 миллионов взяток где-то в комиссии. Я знаю этого человека много лет. Знаю его как честнейшего, порядочнейшего. Как человек, который очень многим помогал. Помогал бескорыстно. Человек, когда приезжаем на гастроли, там декорации начинает носить. И, мало того, за этот год ничего не предъявлено. Ничего. Рассказы, разговоры, к счастью, вот его там две недели тому назад перевели под домашний арест. Мы писали огромное количество. Ну, понятно. Спросили. Я писал личное, как это называется, поручительство о том, что он никуда не сбежит. И он не собирается бежать. Он любит эту страну. Где живут его дети, мама. Он хочет приносить пользу. Да, Иосиф, я это очень хорошо понимаю. Я только вот хочу вот о чем вас спросить. Коллеги ваши говорят, что, в принципе, вот выбрать можно любого. И посадить можно... Вот если говорить о вашем цехе, это действительно, вот вы все можете, вот вы все под этим ходите. Это так? Вы абсолютно правы. И мои коллеги абсолютно правы. Вот существует так называемая антреприза. Это абсолютный бандитизм. Абсолютный. Это деньги в конвертах. Это избежание налогов. Это просто вот развал русского драматического театра. Это длится много лет. И никому не приходит в голову взять за руку человека, который берет прямые деньги, дает взятку директору некого провинциального русского театра или нерусского. При всей напряженности с Украиной продолжаются гастроли российских антреприз. Это поймать, ну просто раз, никому не приходит в голову. При том, что это беда. Большая беда русского театра. А Серебренникова, который, извините, из этого болота, из этого отхожего места, которое называлось театрами не Гоголя, сделал мирового уровня Гоголь-центр. Вот его надо словить и надо объяснить, что он нарушает. Я вам, как почти 30 лет я руковожу государственным театром, конечно же, скажу вам, любого из нас можно обвинить в нарушении закона. Потому что законы бессмысленные, чудовищные, идиотские. Я для того, чтобы купить гроздь винограда, который на спектакле съест артист, я должен провести конкурс. Я должен сделать несколько месяцев до этого. Я должен пройти кучу согласований. Я должен все это, как это называется, согласовать с огромным количеством беда. То есть и после всей этой кучи согласований и документов, которые вы предъявляете, вас все равно могут... Конечно, конечно. Понятно. Естественно, я что-то нарушаю, потому что мне проще из своего кармана вынуть деньги, купить эту гроздь винограда, чтобы спектакль вечером шел. Спасибо. Но потом вы за это... Но вы не отчитаетесь потом за эти деньги. Я поняла. Поинтересуйтесь, Елена, какая часть нашей экономики находится в черной и в серой зоне. Эти цифры доступны. И, в общем-то, задавать этот вопрос бессмысленно. Это не касается только театра или кино. Нет, но это очень удобно для наших следственных органов, не для тех, которые хотят бороться с преступностью. А эта всеобщая полусерая или серая зона, она очень удобна, потому что, в принципе, это означает, что любого можно арестовать. Формально, да. Формально, по закону. В советские времена еще один крупный экономист говорил, что директор советского завода, чтобы завод работал, должен нарушать в день 40 положений. В положении, да. Иначе это называется итальянская забастовка. Он может не нарушать, значит... Значит, он не работает. Он не работает. Значит, 40 правонарушений в день допускает директор это в советское время, когда еще что-то, да, ну, какие-то правила были. После всего, что было, да, и всех этих мамай, которые прошли по России за это время, с конца 80-х, да, и 90-х, любого, разумеется, да, эта страна так живет. Дальше возникает замечательная ситуация, которую Муссолини сформулировал, да, значит, друзьям все, врагам закон. Дальше враги сажаются по закону. И дальше, я говорю, сечен на свободе, а серебряников просто полукать в правонарушениях. И давайте будем этим разбираться. Но есть такая норма у юриста, то есть формулировка. Выборочное применение закона является формой произвола. Это давно сформулировано, не мной. А здесь только выборочное применение. И обратите внимание, по каким, да, если из правительства, то у Люкаев, да, если из деятелей культуры, то... Губернатор Белых. Да, губернатор Белых. Из деятелей культуры Серебряников, да. У Кобзона, заметим, никаких проблем нет. Видимо, он весь в белой зоне. Да, даже когда он официально рассказал про чемоданы с деньгами, которые вывозил. После этой свадьбы, да, у кого-нибудь были проблемы с этой свадьбой? Нет. Все заплатили налоги с этих гонораров, разумеется, да. У меня еще есть предположение, почему именно Кирилл как бы угодил в эту машину. Дело в том, что недавно он сделал антиклирикальный фильм «Ученик». Вот, и если мы согласимся с тем, что РПЦ сегодня занимает место коммунистической партии, собственно, это... Но мы согласимся. Да, это новая идеология, да, которая вполне себе с властью срослась, даже не дружит, а срослась. Это она и есть. Да, то, в общем-то, я легко себе представляю, что кому-то, либо монарху нашему президенту, либо кому-то еще, просто кто-то в уши налил какого-то яду, да, про Кирилла и все. И таким образом... Это вполне достаточно. Да, этого вполне достаточно. Это могло быть так, но это мое предположение. Нет, но это совсем... Просто спекуляция. Это уже практически абсолютно железная, совершенно железная концепция, потому что вот после Нуреева, которую так срочно отменяют, известно уже, но это даже никто и не отрицает, что Тихон, Тихон налил, знаменитый Тихон, духовник налил яду Мединскому, что как же вы такое можете. И Нуреев был отменен со скандалом, со сумасшедшим скандалом. Вот так вот впервые... Вот это иногда полезно, как в кино, да? Вот есть крупные планы, вас интересует в этой программе, Лена, вот в основном вы интересуетесь крупными планами. А вот как это было устроено? Но очень полезно бывает отъехать, как говорится, да, на длинные фокусы. На перспективы. Да, да, вот посмотреть совсем-совсем общий план. Как у Бунтерчука в «Батальной», совсем сверху, с птичьего полета. Мы в 2017 году живем в стране, где клерикалы, да, где Тихон Шевкунов, какой-то, прости господи, который что-то нашептал в ухо. Решает репертуар. Да, который что-то нашептал в ухо, значит, президенту, который не пользуется интернетом в 2017 году, да, это решает судьбы людей, идеологию, да, вот это просто очень полезно бывает, надо посмотреть с длинного фокуса, посмотреть издалека, где мы с вами разговариваем, посреди какой страны и какого времени. Тихон Шевкунов определяет репертуарную политику, кому сидеть, кого не сидеть, да. Как, куда пойдет страна, зависит от того, кто чего, в какое ухо сказал. Ну, монархия всегда так работает. Монархия всегда так работает, совершенно верно. Это помимо всего, если оставить в покое все нравственные стороны дела, это дико неэффективное. Монархии падают не потому, что они плохие, да, демократия тоже может не сахар, потому что неэффективные. Она упадет в 2017 году? Почему, зачем в 2017? Ну, слушайте, вы как будто просто из какой-то желтой газеты, да. Почему-то это магия цифр. История никогда ничего не повторяет, Лена, да. Общие закономерности очевидны. А мистика? То, что мистика на здоровье, это не ко мне. Значит, не знаю, как... Да, можно сказать. Да, это явно не ко мне, да. Никакой магии цифр. Общие закономерности очевидны, да. Монархии стоят-стоят, авторитарные режимы стоят-стоят-стоят-стоят-стоят-стоят-потом еще стоят-потом еще стоят-потом рушатся. Но чем больше они стоят, тем они кровавее и в пыли рушатся. Это закономерность, это статистика. Это то, что можно пронаблюдать, просто вывести закономерность как в физике или как в химии, да. А на какой именно банановой кожуре кто когда навернется и как будет выглядеть это, никто никогда, разумеется, заранее не предскажет. И то, что Советский Союз не жизнеспособен, то, что мы... Это было очевидно. То, что нас кормит потенциальный противник, то, что мы едим канадский хлеб, да, пытаясь воевать со стороны. Это понятно. Но когда именно за день до 19 августа, да, никто, если бы сказать, что через полгода, через 4 месяца не будет Советского Союза, покрутили бы пальцем у виска. Это происходит как-то вдруг. Гадать об этом бессмысленно. Ясно только, что страна, в которой от того, что какой-то поп шепнул какому-то ГБшнику в ухо, зависит 140-миллионная страна, ее жизни людей, свобода, развитие политики, внешней политики, внутренней политики. Это изначально катастрофа. Вот и все. Сергей из Ростовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот видите, Михалкова не трогает. Кто поет осану властям, все награды получает, там, всякие, там, денежные. Никаких там, проверок, ничего нет. Подождите, кто получает? Кто наградчик? Кто лоярин. А когда критикуют, сразу какие-то препятствия. Это вот звонок Звяенцеву, чтобы он имел в виду. Следующий будет он. И вот возьмите металлосходы с этой лёти, как Савченко. Как ее полоскали. А теперь она уже герой России, чуть ли не герой России. И все звонка, все... Поэтому тут все очень... От монарха зависит все, от властей. Как он скажет, так и будет. И все это надумано. Естественно, надумано. Спасибо. Вопросов нет у человека. Вопросов нет, это просто ответ. Ответ, что вот, как скажет царь, но он с вами соглашается. Ну, тут, в общем, да, странно спорить. Самое поразительное ведь в том, что уже и не спорит никто. То есть все понимают, что так. Только некоторые нам пытаются объяснить, что так лучше. Вот это удивительно. Причем некоторые интеллектуалы. Нет, ну вот смотрите, я все-таки пытаюсь понять, что сейчас будет. Вот все-таки пойдут, они пойдут под этот гоголь-центр ваши коллеги, они напишут в очередное 25-е письмо. И вообще есть в этом... Вот вы сами видите, вы будете это подписывать? Нет, я буду подписывать, и уже ходят в интернете петиции и так далее. Это все правильно, это надо делать, это необходимо. Ну, наверное, могли бы быть более решительные действия, да, и к этим решительным действиям я бы отнес, например, забастовку. Ну вот, например... Вот этих вот хотя бы, гоголь-центр... Да, да, я сейчас говорю только про коллег, только про деятели театра и кино. Вот, скажем, все в один прекрасный день, договорившись, просто не выходят на свои рабочие места, не выходят на сцену, не выходят на съемочные площадки, сидят дома. Это несложно. Это, видит Бог, это несложно. Не нужно идти на площадь, на улицы, рисковать головой и так далее. Просто мы в знак солидарности с Кириллом, в знак солидарности с нашим товарищем не выходим на работу. Вот это было бы уже политическое действие. Которое не принесло бы, конечно, результатов, потому что... Потому что сейчас все слишком сильно запущено. Это, опять-таки, очередной сигнал. Это сигнал был бы с нашей стороны. Но сигналы работают там, где есть среда. Ну, их сделали бы, конечно, тут же врагами. Нет. Или врагами, сказали бы, что вот они наплевали на зрителей. Нет, Лена, нет. Лена, нет. Я вам скажу, что просто была бы дома отмашка не замечать. Просто об этом никто бы не рассказал, никаких СМИ, да? Какие-то, да, ну, кто-то решил не играть, ха-ха, решил отдохнуть, да? Это было бы так протрактовано. И кто бы об этом не сообщил. Сигналы, внятные сигналы от общественности, они хороши в той среде, где эти сигналы распространяются и быстро распространяются. Там есть обратная связь. А то есть вы согласны, что все равно телевидение управляет процессом в стране, правда? Нет, управляет. Вы говорите, никто бы не узнал. Нет, управляет не телевидение. Ну, понятно, что весь там интернет узнал. Управляют те, кто управляет телевидением. Да, да. Я, Свети, здесь. Если бы не сказали по ящику, никто бы об этой акции не узнал. Нет, нет, я бы сказал иначе. Я, Свети, не вполне согласен. Но просто в ситуации монополии на ресурсы никогда солидарного действия не будет. Что бы люди ни думали, как бы они ни чувствовали, они не рискнут. Потому что им придется рискнуть своими рабочими местами, своим благополучием. Не, ну всех не перерешивают. Если это происходит так, как вы говорите, это невозможно всех уволить всю Москву. Еще раз, все этого не сделают. В этом проблема. Лен, штука просто в том, что если бы это, пофантазируем, происходило в свободной стране, где, представим себе, что во Франции там какое-то национальное достояние по какому-то навету, да, и вся театральная Франция, культурная Франция встает, то, что называется, на уши, да, то власть понимает, власть немедленно начинает реагировать. Почему? Потому что это сегодняшние телезрители завтра становятся избирателями, да? Потому что они зависимы. Потому что они немедленно увольняют того чиновника, который нарушил закон, там, или там. Ну, слушай, даже у нас это иногда работает. Я вам напомню. Когда в последний раз? Я расскажу тебе. Например, помнишь, Навальный получил, по Киров лесу, получил реальный приговор. Через два часа 20 тысяч человек были на Манежной площади. Да, без всякого предварительного сбора. Это были другие годы. И так далее. Это были другие годы. Но это было сравнительно недавно. И после этого был уже условный приговор. И это произошло вот так. Но это было все-таки, по-моему, до Болотной. Конечно, после. После? Конечно. Но штука в том, что да. Вот сегодня, я думаю, что, к сожалению, я вот тут оказался еще большим пессимистом, чем Мерзоев, что бывает редко. Но, к сожалению, мне кажется, что мы проскочили ту развилку, где власть была чувствительна к сигналам. Вы знаете... Поскольку им уже наружу все равно не выходить, им хода нет, они склонны при малейшем возможности склонны к жестким действиям. Я должна вас тоже огорчить, потому что, да, это очень нравится самому Алексею Навальному. Это теория, что его освободили, дали этот срок условный, потому что люди вышли. На самом деле, это решение могло быть принято раньше. Мы же знаем, как они играют с Алексеем Навальным. То есть они могли принять решение, мы его вот в этот раз не сажаем. И потом не сажаем. И еще не сажаем. И снова не сажаем. Брата посадим. Так просто приговор уже был объявлен. И что? А мы объявили, поиграли. А потом отменен. Ну, послушайте. Нет, это... Он не был отменен. Он был отменен, да. Просто он был... Нет, приговор остался в силе. Он изменил меропресечение. Ну, так это же самое главное в этом случае. Это же самое главное. Как бы была логика событий определенных. Общественное давление, конечно, работает. 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 Оно работает не так, как должно работать. Когда после такой истории просто вылетело бы все Министерство внутренних дел вон, да? Ну, в общем, в теории все еще считается в России, что должен выйти миллион. Вот все равно считается в России, что вот этот миллион, он в возде, он может как-то... Это некоторая критическая масса. Мы можем сказать полмиллиона, по нашему опыту недавнему, в 90-м году. Когда выходит полмиллиона, то выводятся войска из Прибалтики, отменяется шестая статья Конституции, как вы помните. Когда выходит полмиллиона на Манежную площадь. Это цифра убедительная. Это цифра убедительная. С ней ОМОН не работает. Нет такого... Нет. Нету ОМОНа на полмиллиона человек, понимаете? На 20 тысяч, как мы видели на Болотной, есть ОМОН, да? На 200 уже нет. Это тут работают числительные, к сожалению. Против нас, против гражданского общества, люди вполне рациональные. И, конечно, они считают риски. А когда нас выходит, как в глухие годы нулевые, там 105 человек на митинге, где мы встречались с Мерзовым и познакомились, собственно, где мы все друг друга сдали по именам, все 105 человек, о, 106-й пришел, новенький, давайте познакомимся. То тогда, да, на этот случай можно вообще не обращать внимания. На большие числа есть ОМОН, да? Разумеется. И это к нашему разговору, что им хорошо, что мы уезжаем. И проспект Сахарова, съехавший наполовину со времен разгрома Болотный, да? Просто съехавший из страны. Если бы сейчас взять фотографию там проспекта Сахарова, вот волшебная машинка, да? Чтобы вдруг исчезли те, кто... Кого сейчас, вот, когда мы с вами разговариваем, нет в стране. Я думаю, наполовину. Мои такие, эмпирические. Наполовину опустили. И мы только этого и нужно. Нас нет, и нет чека, и нет проблемы. Александр, из Берлина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Конечно, из Берлина слышно. Алло. Да, слышно лучше, чем из... У меня один вопрос, почему арестовали? Ну, почему арестовали? Я вспомнил песню Бротского, почему Абигены съели кука. Хотели кушать и съели кука. Это же Кремлевский Абиген. А вопрос такой, деятели культуры, я давно слежу за ними, как Табаков, Чулпан, Хаматова, Хазанов, которые в последнее время, конечно, изменились. Вот они выступят в поддержку Серебряникского. Вот интересно, что Фендерович. Спасибо большое. Но Чулпан, все начиналось с нее. Я хочу только сказать, что названные вами имена, это три разных случая. Геннадий Хазанов, Олег Табаков и Чулпан Хаматова, это три разных случая. Хотя все трое могли быть доверены милиции, Владимир Владимирович. Это разные случаи. И я думаю, что они по-разному. Чулпан вышла тогда сразу, да, просто вышла и начала, говорила в открытую. Совершенно не исключаю, что Олег Павлович Табаков предпримет какие-то номенклатурные действия по своим номенклатурным возможностям и каналам. С кем-то будет разговаривать как-то и как-то пытаться, разумеется, в сторону смягчения ситуации. Также не сомневаюсь, что Геннадий Викторович Хазанов слово не скажет в защиту Серебряникова. Да, это три совершенно разных случая. И вот при всем, так сказать, общем знаменателе поддержки Путина на выборах, я бы не стал их так через запятую перечислять. Знаете, еще есть четвертый случай. Бортко, режиссер Бортко сказал все замечательную вещь. Он сказал, ну если выяснится, что он по политике, по идеологии, ну тогда я встану за него костями и лягу. А если это финансы, если это деньги, ну тут уж извините. Извините. То есть в этом и следственный комитет напишут такую справочку, что это мы его посадили, да, специально для Бортко, это мы посадили его по этой идеологии. То есть они как были поделены все вот так, они так и останутся. Клим Чугункин, стаж из Бортко. Ничего же не меняется с деятелями культуры, мы же уже все про каждого знаем. Ну не все, конечно, но в общем институт репутации все-таки существует. Мы представляем себе от кого что ждать, по крайней мере. Но в общем действительно вот печально-то вот, что мы не первый раз по разным поводам там разговариваем, да, о, во всем. А и такое ощущение, что мы в своем кружку, да, вот разговариваем, потому что никаких механизмов, я все время вот на общий знаменатель такой, вот на взгляд, на взгляд издалека. Никаких механизмов влияния у нас нет, да. Нет ни свободы СМИ, ни суда, ни выборов, чтобы погнать, да. Не в общем, да, снаружи ждет нацгвардия с ОМОНом, да, если у нас будет какое-то некоторое число. У нас нет никаких возможностей повлиять на ситуацию. Но я согласна с Владимиром, что есть возможность выражения протеста. Выражение, да. Она все-таки существует. Но это, Лена, давайте отдадимся отчет, что это скорее некоторая нравственная потребность тех, кто это делает. И Владимир Мирзоев подписывает, я-то там, подписывает эти письма и выйдет, если надо, на улицу. Видимо, не потому, что он полагает, что он что-то изменит в судьбе Серебряной, а потому, что просто он будет плохо спать, если он этого не сделает. Ну, что он должен делать все, что мог. Это совсем другая история. Мы должны отдавать себе отчет, что речь идет о персональном моральном сопротивлении, а страна уже превращена, в общем, в такое лайт подобие Узбекистана. Я вот думаю, и закончится-то как вся эта история с Серебряником? Ну, что ж гадать-то? Ну, я боюсь, что если бы они не имели твердых каких-то намерений, они бы его в эту машину не затянули, да? Все бы ограничилось как-то мягче. То есть его посадят, а остальные будут стоять на улице и кричать, выпустите его. Это будет как спусирают, что-то такое. Думаю, что да. Я думаю, что не выпустят эту машину его. Изменившиеся политические обстоятельства. Да, только, наверное, монарх мог бы нажать на кнопку и ее остановить. Но он не хочет. Значит, опять мы в 2016 году говорим, нужен какой-то человек, который подберется к другому уху монарха и вольет антидот какой-то, антишевхуновский. Вот и все наши механизмы, прости господи, в России вставшие с коленей. Да, то есть если какой-то доверенный, очень доверенный, что ему это пойдет во вред во время его избирательной компании. Да, надо убедить, обратите внимание, речь идет не о законе, еще раз фиксирую. Речь идет о том, что надо убедить господина Путина, что ему это не выгодно, ему. И тогда вполне невиновного Кирилла Серебрякова может быть выпустят. А может быть разговор должен идти не о выгодах, а наоборот, в данном случае, о христианском милосердии. Нет, ну ты с ним, нет, мы не знаем содержание этой закупоренной головы, понимаете, мы же гадаем наугад. Нет, ну подождите, Виктор, вы только что видели, как Людмила Михайловна, я слова не буду, как она просила выпустить какого-то, тоже не хочу даже фамилию называть, о котором она грезит 10 лет уже, что вот он сидит пожизненно, помилуйте его. Вы слышали о том, что его помиловали? Она на коленях фактически просила. Мы говорим, нет, я, христианское милосердие, я тоже думаю, что христианство у Владимира Владимировича какого-то немножко другого свойства, оно как-то без милосердия, такой облегченный вариант христианства у него, да, Шевкуновский. Вот, но еще раз говорю, мы, все зависит от именно этого. И это, если говорить с большой дистанции, самое печальное вообще. А в частности, наш друг и товарищ Кирилл Серебряников сидит в СИЗО. Матросская тишина. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова